Привет, друзья! Мы находимся в Красной Поляне, и да, это Сочи. Сейчас конец июля. Да, здесь действительно жарко. И нет, я не сошел с ума. Сегодня мы отправляемся на поиски снега. Переподнимай. Изначально все началось с того, что нас позвали друзья провести незабываемую ночь и прекрасный вечер в горах. А на завтра на утро рисуют отличный солнечный прогноз. И я, кажется, знаю, где осталось чуть-чуть снега. Этим я попытаюсь воспользоваться. Солнышко потихоньку пробивается, и я надеюсь, что к самому закату мы увидим чистое небо, и у нас получится сделать классные фотографии и классное видео для вас. А сейчас мы начинаем свой спуск во второй цирк, там, где установлен палаточный лагерь, где мы, собственно говоря, и заночуем. Мы пришли к месту нашей ночевки в палаточный лагерь на высоте 2000 метров. Весьма вероятно, ночью будет очень холодно. Итак, вот наше комфортное жилище на эту ночь. Говорят, тут достаточно тепло. Мартинка, приехали, вылезай. Ночевка наверху имеет ряд своих преимуществ. Например, это вот такие потрясающие виды. Уже сейчас чувствуется, что температура резко понизилась, и, видимо, сегодня ночью нам предстоит реально морозить сопли. И больше всего, конечно, я переживаю за дочь ей всего один год, а она уже попала в такие условия, какие же все-таки у нее прекрасные родители. Но ничего, у нас теплые спальники, хорошая палатка, и место, где расположен палаточный лагерь, оно выбрано очень грамотно. Там нет ветра, в отличие от того места, где я сейчас сижу. Все, уже солнце практически село. Мы сейчас начнем спускаться вниз, чтобы по темноте не топать, и будем размещаться на ночлег. Доброго всем утра. Мы пережили эту ночь. Она была невероятно холодной, наверное, около 0 градусов. Это для июля месяца. На секундочку. Солнце уже выходит из-за гор. Это значит, что мы отправляемся на поиски снега чуть дальше, чем того хотелось, потому что, вот, если посмотреть, такой снежник у нас во втором цирке. Снег есть, но качество его не очень. Вот, друзья, из последних сил, еле переставляя ноги, мы добрались до снежника. Вот, ну и, я не знаю, если силы останутся сейчас, после того, как я сниму рюкзак, то, может быть, я тут и покатаюсь. А есть еще вероятность, что после того, как я сниму рюкзак, я просто улечу в небо. Такое бывает, если вы носили тяжелые рюкзаки. Так, друзья, барабанная дробь, снег в конце июля. Друзья, мы попробовали снег. Оказывается, он скользит, и все прекрасно. И даже получилось снять порчку поворотов. Но сейчас начинается самая дича, о которой я мечтаю давным-давно, с самого момента покупки, как вы думаете, чего? Вот этой вот штуковины прекрасной. Слэклайн. Уважаемые знатоки, созрел вопрос. Насколько хорошо слоится эта порода? Потому что мне же нужно зацепить за что-то слэклайн. А вот не выстрелит ли мне камнем в лоб, после того, как я на него запрыгну? Так, все готово к запуску джип-фигуры. Встретим в цирке. Низкие камни и натяжки не хватает. Сразу же через 3 метра оказываюсь на земле. Много не выгорела эта история со слэклайном, но она абсолютно осуществима. То есть я увидел, в чем тут косяк, что можно исправить на будущее. И если в следующий раз мое состояние будет хоть чуть-чуть получше, чем сегодня, и я обязательно это сделаю. Дорогие друзья, если хоть раз в жизни вам придется кататься с туристическим рюкзаком, который нагружен по полной программе, умоляю вас, не делайте этого. Поехали! Плугом, естественно, начинаем. Как это можно ездить? Я только прямо умею. Официально заявляю, мне конец. Кто-нибудь вызовите спасателей, пожалуйста. И не дойду туда, это далеко. Сейчас основная задача выбраться на ту перемычку и как-то с нее уже просто хоть кубарем скатиться, потому что в противном случае я останусь здесь. И если вдруг вы увидите, что кто-то другой выложил это видео, которое я сегодня снимал, знайте, я лежу в третьем цирке, с меня сняли камеру. Приедьте, пожалуйста, и откопайте из-под снега мое тело. Друзья, мы покидаем зону третьего цирка, значит, покидаем место, где еще остался снежок. И тут волей-неволей напрашиваются два вопроса. А интересно ли, если я сниму продолжение на это видео, потому что ведь со слэклайном у нас ничего не получилось, и трюков в видосе, мне кажется, было мало. Ну, точнее, их почти не было. Чего уж там состояние сегодня оставляет желать лучшего. Так что ставьте лайчинские, ну, если оно вам действительно понравилось. А если видео фуфло, на ваш взгляд, то тоже ставьте лайки, вам же все равно это ничего не стоит. До новых встреч! С вами был Гриша Корнеев. Мы катались на курорте Горки-город, и это был снег в июле. Субтитры сделал DimaTorzok